Мы приехали в Улаган уже после того, как сильные морозы спали. Утром было всего минус 30, а еще недавно доходило до минус 55. Улаганский район приравнен к Крайнему Северу. Здесь даже на пенсию выходят по Северному на 5 лет раньше. Степан Эльдепов, встретивший нас накануне поздно вечером, встал в 6 утра. Коровы, овцы, козы – хозяйство небольшое, но в Улаганском районе скотина есть у каждого алтайца. Когда ты маленький был, начинаешь только с года 3-4, начинаешь уже коз пасти, баранов пасти, горов, витилят. Так она у тебя по горови заложится. Когда ты посмотришь, у твоей сейчас репетишки так же должны идти. Во дворе у Степана традиционный алтайский аил. Удивляемся, пока не выглядываем за забор. Такие аилы есть почти в каждом дворе. Сейчас теленгиты используют их как летний домик. Сохожешь, это женская сторона, а это мужская сторона. Кухня, печка, кухня, все это женская. А вы живете на диване? А диван это мужская сторона. Понятно. Раньше вот женщин с этой стороны нельзя было ходить. Я-то сейчас по вашей половине ходила. Ну это что, ничего нормального. Ходит, почему нельзя? Хотя, может быть, вы там в душе меня прокляли? Нет, нет. Козья приходит, здесь и спят. Степан – главный зайсан рода Алматов. Зайсан – старейшина. Только в Улаганском районе Алматов примерно 300 человек. Раз в два года зайсан их собирает, проводит обряд и разговаривает за жизнь. Если бы надо, человеку помощь надо, или деньги там собрать чуть-чуть, отдать. А если пьет? Пьет, то наказываем. У меня плетка постоянно дома. Я с ним постоянно ехожу. Но это вы шутите. Да, я это шучу, потому что сейчас со временем, сейчас я ему ударю, он мне сюда подаст, мне сейчас что посадить, да? А это где-то в 17-18 веках, да, тогда можно было. Я сейчас ходил. Раз, два, три, двенадцать. Степан показывает две народные спортивные игры. Выбивание на скорость колотушек плеткой, камчи. Рекорд Степана – 7 секунд. И вторая – набивание тибека ногой. Некоторые рекордсмены умудряются сделать до 4000 подбрасываний, не потеряв тибек. У Степана результат скромный. Всего 150 раз. Улаган – отправная точка нашего путешествия. Планировали утром сразу выехать в Саратан. Но по дороге заглянули в Улаганский музей позырыгской культуры. Главной целью было увидеть традиционную теленгитскую курительную трубку. Но трубки в музее не оказалось. Вещь эта сакральная и из семьи не уходит. Ольга Санина из рода Саал, заведующая музеем. Сначала смущается. Но потом мы обращаем внимание на необычный экспонат. И оказывается, что это ее личная находка. В 2016 году, когда я купила барана с Кашагатского района, когда кололи баранов, из внутренности, из желудка барана вышли вот такие шарики. И мы очень удивились, что это, что такое. Сперва испугались, что это какие-то поразиты. А потом уже так в сторону положили. А потом уже к вечеру созвонилась с хозяином баранов, спрашивая у него, что это такое, что это означает. Что наелся, да? Да, с чего баран наелся, он мне объясняет так. Вот эти штучки, говорят, у них в Кашагатском районе называют эрджине. Как бы это же приносящее счастье. А эрджина в алтазминском переводится как наследие, наследство, наследие. Ну, я соответственно говорю ему, конечно, теперь мне придется вот эти шарики отправить вам. Кашагатский говорит, нет, говорит, баранов вы у меня покупили. Теперь вот эти, как бы, счастье приносящие шарики должны храниться у вас. Свои традиционные верования теленгиты обычно объясняют просто. Так положено. Без поиска ответа на вопрос, почему. Предки считали, что отправляться в путь хорошо при растущей луне. Так что мы как раз вовремя. И уже не озадачиваемся, что будет, если отправиться в путь при убывающей. А вот что нами точно проверено на себе, нет ничего лучше в пути родной музыки тех мест. Кайчи, сказителя, исполняющего горловое пение, мы записали тут же в музее. Мерген Тельгенов, двоюродный брат Ольги Саниной. Три дня по горам и долинам мы слушали только его. Кайчи, сказитель, ну, Кайчи, нас говорят, это человек, который рассказывает эпосы, да, и не который вот так сидит, пишет, а именно с той стороны приходят богатыри, ну, и духи, где говорят, ты этот народ рассказываешь. Самый большой у нас эпос, Джанар называется, да, там 45 тысяч строк, понимаете. На Маде-Гара, который, да, вот сейчас есть всемирно известный, который переведен на шесть языков, там, ну, как-то 8 тысяч строк там получается. То есть можно неделю сидеть, слушать, да? Да, да, да. Эпос, когда вот собирается народ, да, после юхты собрались, или дома собрались, и сидит, общается. Допустим, я какой-то отрывок спел, и начинаю уже народом общаться, объяснять, да, вот, богатыр вот так, вот там боролся, да, допустим. Ну, суть начинаешь объяснять, и чай попил, посидел, да, поговорил, поговорил. А потом, ну, давайте, это может затянуться, и на второй день можешь еще один сюжет петь. И вот так она семь дней, семь ночей называется. Субтитры подогнал «Симон» Ну, это вот для каких-то выступлений вы ему делаете? Или для праздников, или ничего? Ну, да, для праздников, и это... Как заказывать? К Алтынай Микшеевой, живущей в Саратане, приезжаем без предупреждения. Садимся пить чай с топленым маслом и курутом. Засушенный алтайский сыр. Алтынай шьет национальную одежду, шапки, обувь, традиционное алтайское одеяло из козьих шкур – дюрхан. Покупает ее изделия в основном местное население, ну и туристы. Правда, последних зимой почти не бывает. Покупал, ничего себе! Вот это я понимаю. О, боже мой! Тяжелые, да? Вот это да! Батюшки святые, таким одеялом накроешься и не поднимешься? Ну, мама у меня это не занималась. Я не знаю, откуда это у меня. Слушай, это шить. Бабушка у меня, мама не шила. А в советские времена вы чем занимались, где работали? Я это… не работаю, я это… постоянно на мотоцикле, на машине это… А, совершенно не могу. Что делать? Ну, просмотрим, может, и… То есть, ах, гуляли, да? Ну, гуляли. Пытаемся выяснить, в чем разница между шапками одной формы из лисы и кабарги. Кабаргу нельзя носить с женщинам. Но на наш любимый вопрос «почему?» Алтынай не отвечает. Мы упорствуем. Полушепотом из соседней комнаты нам объясняют. Кабарга тяжело рожает. И даже шить из нее женщинам часто нельзя. Ну и, к слову сказать, кабарга – краснокнижный вид, так что шить часто не приходится. Пока мы гостим у Алтынай, глава саратанского сельского поселения договаривается с местным кайчи. Амыр Ахчин разводит скот, держит лошадей, участвует в скачках, а между делом гастролирует. Америка, Европа. На вопрос, где будет выступать дальше, Айдар скромно отвечает. Не помню. Вконтакте есть расписание, там можно посмотреть. И соглашается продемонстрировать все виды горлового пения. Прямо здесь, на улице. В саратане вы единственные поете горловым пением? Нет, здесь несколько. Несколько человек? Ну, парни. Только здесь их сегодня нет. А вы друг у друга учились? У кого учились? Ну, это здесь-то передается. Собака ваша или нет? Нет. Нет, еще и к тому же. Понравилось. В саратане с местным населением мы общаемся в основном благодаря главе. Среди местных алтайцев-теленгитов наше появление производит странный эффект. Женщины бросают ведра прямо у колодца, многие прикрывают лица и разбегаются. Разговор же сводится к коротким ответам. Причем на один и тот же вопрос нам отвечают и да, и нет. Вот и пойми. Между собой местное население разговаривает только на Алтайском. Так, Шилар. Здравствуйте. А покажите еще ленту. Я просто даже посмотрю, интересно. В ленте многие на Алтайском именно пишут. Алтайский, Алтайский. Накануне в суде у Лаганского района мы выяснили, что за прошедший год около ста человек обращались в суд, чтобы их официально признали теленгитами. Внесли изменения в свидетельство о рождении. Прошел через такую процедуру Степан Эльдепов, тот самый Зайсан рода Алматов. Поэтому интересуемся и у главы, зачем люди это делают и дошел ли до суда он сам. Я в суд сам лично не ходил. Конечно, люди самоутвердятся, что ли, или как там, что они теленгиты. Алтайцы, которые здесь живут, они алтайцы и теленгиты. Но они ходят в суд, чтобы утвердить свой статус. Ну, кто-то для себя, кто-то для каких-то льгот. А льготы есть? Льготы, ну вот, на деловой лес, допустим, 100 кубов делового леса, это примерно 35 тысяч. Если без льгот. А с льготой это все бесплатно. С другой стороны, некоторые опасаются, что если во время переписи запишутся теленгитами, челканцами или тубаларами, число алтайцев уменьшится. И тогда республику Алтай присоединят к алтайскому краю. А кто-то объясняет так, что алтаец – это как россиянин, житель Алтая. А национальности такой нет. От Саратана до самого дальнего села Улаганского района Езулы – 57 километров. От Езулы до бывшей погранзаставы – еще километров 10. До 50-х годов прошлого века там проходила граница с Тувой. Тува вошла в состав СССР только в 1944 году. Сейчас в бывших приграничных местах заказник. Охотиться нельзя, дорог нет, передвигаться можно только на лошадях. Алтайцы говорят, что сами они в Туву не ездят. А вот тувинцы создают в летнее время им проблемы – воруют тубуны. Многие рассказывали про разборки на этой почве, мол, даже доходило до перестрелок. При этом, например, теленгиты генетически ближе к тувинцам, чем к южным алтайцам. В Езуле школа работает только в одну смену – 54 ученика. Все алтайцы или теленгиты. Это, как мы уже поняли, зависит от обстоятельств. На перемене с интересом наблюдают за процессом съемки и что-то обсуждают. Но что – понять невозможно. Говорят ребятишки на родном языке. Школу в Езуле сохраняют. В перспективе подрастает еще два десятка дошколят. Учительница музыки Алена Пыдышева включает минусовку с ноутбука. Инструментов в школе нет. Да и Алена не музыкант, а химик. Молодежь заканчивает и нет вакансий. Приходится не по своей профессии работать. Так и работаем, так и живем. А сколько лет вы уже тут работаете? Лет по музыке, только один год. А до этого? До этого тоже здесь работала, только не по профессии. Как делопроизводитель работала, библиотекарем совместно. Сейчас у нас проблема в Езуле это отсутствие света. Вот уже свет погас у нас получается. Например, для меня вот на учителье музыку, у нас как бы зарядка заканчивается. Поэтому да, он плохо очень и света. Дякшилар, Балдар? Дякшилар. Так, сегодня бескайл-чилар гелген. Москва, Томск, МД Булысла, баса дякшилар жиарде. Дякшилар. 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 А вот алтайский язык в школе теоретически преподавать может любой учитель. Сегодня Айдана Акабенова обсуждает с учениками домашние задания. Сделать рисунок на тему связь алтайского народа с природой. Обсуждают на алтайском, нам переводят. Заодно выясняем беспокоящий нас вопрос. Когда повязывали красную ленточку на перевале, мы заметили, что там были только белые и голубые. А можно сразу уточнить? Белые ленточки? Да, здесь белые ленточки. А если красную повяжешь? Красную, иногда красную, синюю повязывают. То есть можно? Да, можно. Так, это просто красная – это символ огня. А синяя ленточка – это символ мирного неба. Ребятишки расходятся из школы и один лет шести-семи идет по улице и поет. Его песня явно напоминает горловое пение. Отправляемся в обратный путь. На выезде – надпись. Дословный перевод – дорога будет счастливой. Обратно сложный путь проделываем без проблем. По дороге встречаем дорожников с язулы. Они посыпают скользкие места и пропускают воду с гор. Кабаргу видели когда-нибудь? А она как выглядит? Хотя бы знаете, нет? Не знаю. А вы видели кабаргу когда-нибудь? Мы же дорожники. О, наконец-то! Один человек, который видел кабаргу – это что? Это какой-то пушной зверь? Нет, это олень маленький. А, олень? Да, как собака, даже меньше. А еще заезжаем в два стойбища, распространенная в этих местах форма фермерства. На стойбищах разводят скот и живут круглый год. А у вас, получается, зарплату вы не получаете, да, вот те, кто настоялся? Никто не платит. Никто не платит, да? Да. Ну, то есть, вот что заработали, сами продали? Да. Понятно. А кому продаете-то? У каждого свои овцы есть, что называется? Ну, только коровку продают, а овцы тоже. Это заготовителям, наверное, да? А часто приезжают заготовители? Или только в определенный период? Только в осенью мы сдаем. В осенью сдаем? Да. Балыктуюль – конечная точка нашего маршрута. Здесь единственная в районе действующая православная церковь. Традиционная религия теленгитов связана с шаманизмом, но в XVIII веке алтайцев, как и все коренные народы Сибири, обращали в православие. Первая церковь Балыктуюля была построена в 1899 году. Ныне действующая отстроена заново после пожара. Настоятель храма – игумен Макарий, алтаец, в Балыктуюле родился и вырос. Мы думаем, что поджог, потому что мы здесь, когда пожар начался, заходили в храм, мы все снимали, выносили, потому что снаружи начали пожар. – А как думаете, почему это преподождает? – Ну, люди же разные, потому что кто-то не принимает, потому что есть люди, которые считают, что это не наши, там, мастер-нацистские, там, языческие вот эти. Поэтому, наверное, мы думаем. – А вот смотрите, вы же выросли в семье, папа, мама, они были православные, или все-таки вот культура предков, языческая что-то как-то присутствовала в вашей семье? – Ну, они были люди православные, можно сказать, крещенные, но не восстерковленные. Ну, то, что вот эти привязывали. – Ну, это было, конечно. – Вы сами привязываете, когда перевал проезжаете? – Ну, сейчас-то нет, конечно. Это раньше, может, когда… – Ну, а почему? Ну, как традиция? – Ну, нельзя сейчас это, конечно. Нет, ну, раз православный, если веруешь, конечно, то не надо, конечно, это нельзя это делать. Ну, двое верит уже, как это, не верит, как Божий, потому что получается. Службы в церкви проводят в основном на церковно-славянском, но проповеди и псалмы читают на алтайском. В воскресной школе ребятишкам тоже преподают на алтайском, для доходчивости. На обычной службе бывает 20-30 человек, полностью храм заполняется только по большим праздникам. – До свидания. – До свидания. – Спасибо, Господи. – Спасибо. Кстати, в отличие от православного батюшки, местный шаман из Улагана пообщаться с нами отказался. Мол, некогда. К слову сказать, работает он начальником службы занятости, а мы приехали в рабочее время. – Ну, люди услугами же пользуются, все равно шаманы. Не только православные. – А что вы убегаете-то? Мы так фильм никогда не снимем, если от нас все будут бегать. В общем, шаманы и знаменитые пазырыгские курганы близ Балыкту Юля, сейчас они под снегом. То, с чем в этой экспедиции мы познакомиться не успели. А значит, сюда мы еще вернемся. Тем более стали понимать этот край чуть лучше, со всеми трудностями перевода и особенностями менталитета. «Алтайский язык знаете?» – «Да». А можете сказать мне, например, я иду из школы домой? – Не нужно ворчать, ворчать. – Алтайский язык знаешь? – Да. – Знаешь? А дома на каком разговариваешь? – На алтайском и над русским. – Так а все-таки на русском чаще или на алтайском? – На алтайском и на русском чаще. – Не, на алтайском и всегда на русском чаще. Субтитры создавал DimaTorzok